В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Рязанцам предлагают оплачивать ремонт общедомовых труб самостоятельно. Стартовала пора летнего отдыха детей в пионерских лагерях. Как врачи борются за сохранение полноценной жизни пациентов, перенесших инсульт и сегодня празднуют День здорового питания. Некоторым рязанцам предлагают оплачивать ремонт общедомовых труб самостоятельно. И это при том, что они исправно платят за содержание жилья и текущий ремонт. Спорная ситуация возникла в доме на улице 4-я линия. В ней пыталась разобраться Александра Тамбовская. Жителям дома 34 на 4-й линии живется, мягко говоря, не сладко. Протекавшую крышу заменили своими средствами еще 4 года назад. Скидывались отдельно. Говорят, так сказали в ЖУ. Мол, материалы на вас, а ремонт сами сделаем бесплатно. Теперь речь зашла о трубах. Только за эту зиму было 5 серьезных аварий. Жильцы этого дома неделями живут без отопления и горячей воды. Главное, что беспокоит, это то, что они не реагируют на подвал. Что трубы все, практически все сгнившие. И вот сейчас начнется отопительный сезон, я вообще не представляю. Тепла в квартире нет. Почему? Потому что, ну что может дойти, если там внизу. Все тепло выходит на улицу. У нас дом в аварийном состоянии. Надо, конечно, менять трубы, вывозить оттуда всю грязь, гоня, то есть засыпать песком. А кому это надо? За что мы содержание жилья платим? А содержание жилья, это, конечно, серьезное дело. Я вот плачу, наверное, около 2 тысяч. У меня трехкомнатная квартира. А так за жилье я плачу 8 тысяч. И капремонт. Да, это все в одном капремонту. 8 тысяч я плачу. Пенсия моя уходит. На что мне жить? Собственно, на этой почве жители даже успели между собой повздорить. Одни действительно готовы опять скинуться на материалы для ремонта, как сказали в ЖЭУ. Другие просто не могут сделать этого материально. На однушку около тысячи, трешка, соответственно, около трех тысяч рублей. Пока своими средствами готовы пожертвовать только два первых подъезда. Но этого недостаточно. Я предлагаю не ждать до 33-го года, а когда наш дом уйдет под воду, и у нас из подвалах, и вот жители первого этажа, у них дышать невозможно. Девушка, а почему мы должны? Мы платим содержание жилья? Мы платим. Я согласна, что мы все платим. И я считаю это несправедливо. Но если нам ЖЭУ предлагает какой-то вариант, я предлагаю все-таки пойти навстречу и ЖЭУ. И нам же это плюс будет большой. Если нам в этом году сделают, или мы будем добиваться какие-то письма писать, непонятно куда. За разъяснением ситуации мы обратились в управляющую компанию. Со слов директора, организация производит только текущий ремонт отдельных участков трубопровода. Например, поставить хомут и залатать место течи. Ремонт больших участков может производиться только по программе капитального ремонта. Но он в планах на этот дом аж в 2033 году. До назначенного срока, как говорят жильцы, они просто уйдут под воду. Сейчас страдает не только отопление и горячая вода. Не работает ливневка, дождь затопляет подъезды. Крыша снова протекает. Также есть проблема с канализацией. Мы видим, что сейчас в подвале еще не до конца просохло. Запах неприятный еще стоит. Последний раз здесь трубу прорывало три недели назад. И воды, уровень воды был вот до сих пор. Все это текло вплоть до подъезда. А зимой здесь стабильно прорывает трубу раз в неделю. Сейчас жильцам предлагается написать заявление для того, чтобы сдвинуть сроки капремонта на более ранний срок. Это возможно в соответствии с постановлением правительства Рязанской области. Вопросом занимается Минтек ЖКХ. Нам рассказали о том, что нужно сделать. Это большой комплект. В первую очередь должно быть, в первую очередь, и самое основное. Значит, собственникам инициировано проведение собрания, общего собрания. На общем собрании избрать заявителя. Согласно данного протокола, который будет оформлено, и решение собственников, заявители имеют право по установленному образцу написать заявление, подать его, приложить при этом протокол собрания, решение собрания. И, соответственно, подать это в Минтек ЖКХ. Это постановление правительства Рязанской области номер 47 от 16 марта 2016 года. А такие случаи уже были, когда передвигались сроки ранее, утверждали? В управляющей компании нас заверили, что с документами они помогут. Самый неприятный момент здесь – делать все приходится самим жильцам. А ведь у людей есть семьи, работа и масса личных дел. Теперь к ним еще и прибавился дом в аварийном состоянии. В разгар лета многие дети отправляются на отдых в детские лагеря и здравницы, которые по привычке до сих пор называют пионерскими. Большинство из них в действительности родом из Советского Союза, как и сама традиция подобного летнего отдыха для ребят. Но современная смена весьма отличается от тех, которые были еще 20 лет назад, да и запросы на летнее времяпровождение у нынешних детей гораздо требовательнее, чем раньше. Гости лагеря только успевают удивляться увиденному бассейн с подогревом, скалодром, танцы. Моя мама даже говорит, что она бы хотела пойти на мое место, чтобы была. А здравительный комплекс «Звездный» рассчитан на 243 ребенка в одну смену. Путевки проданы на весь предстоящий сезон. Сюда приезжают отдыхать особенные дети. Несмотря на юный возраст, каждый из них уже маленький чемпион. Дома Лиза покоряет сцену, она занимается вокалом, а здесь ловко обгоняет мальчишек на скалодроме. Спасибо ребятам за то, что они сейчас у меня болели, я практически до самой вершины залезла. Здесь очень хорошие вожатые, очень хорошие воспитатели, и мне все нравится тут. Кормят хорошо? Кормят просто отлично. Если физкультура, то под присмотром мастеров спорта, если сложно и по, то в присутствии настоящих хореографов. Еще недавно Анастасия Сверидова сама отдыхала в «Звездном», а сегодня ловко управляет целой толпой ребятишек. Очень классно. Я всегда хотела как бы попробовать себя с другой стороны в этом лагере, и я прям довольна, и, ну, самый лучший лагерь. Заниматься кадром работы в «Звездном» – одно удовольствие, потому что лагерь обладает безупречным авторитетом, и все практически вожатые воспитатели хотят в первую очередь поехать в «Звездный». Поэтому мне работать проще, я выбираю просто самых лучших и все. Но, как правило, половина того педсостава, который сейчас у меня работает, вот сейчас на первой смене, это все дети «Звездного». За европейские и латиноамериканские танцы отвечает руководитель танцевально-спортивного клуба «Экспрессия» Светлана Волкова. Для дружного коллектива это прекрасный способ отдохнуть и потренироваться сразу. Среди воспитанников – чемпионы и вице-чемпионы Рязанской области и международных турниров. Они уже очень такие нацеленные, целеустремленные, хотят и не только результатов, но хотят очень развиваться, хотят дальше двигаться в этом направлении, выступать, везде участвуют активно. Дети в «Звездном» как раз такие, какими были мы. Просто я с ними общаюсь, я им говорю о том, что у меня компьютер и сотовый телефон появились в 17 лет. И вы здесь, если походите по территории лагеря, вы не увидите ни одного ребенка, который сидит в планшете или в телефоне. Они заняты делом. Например, комиксы, театральное искусство, гольф, волейбол, футбол, баскетбол. За безопасность и комфорт своих талантливых чад родители тоже могут не переживать. В каждой комнате есть своя ванная, туалет и раковина. Не приходится выходить в коридор. Одно из главных правил лагеря – абсолютно каждый ребенок под присмотром вожатого. Условия проживания лучше, чем в санатории. Мы стремимся угодить каждому ребенку. И здесь любой ребенок, который чем-то занимается в городе, может найти для себя занятие по интересам. Что говорит, за последние несколько лет отдых в детском лагере принципиально изменился. И здорово, что теперь дети имеют возможность не только отдохнуть и получить массу впечатлений, но и открыть в себе новые таланты. Каждые полторы минуты в России один человек заболевает инсультом. При этом многие считают инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения заболеванием пожилых людей. Однако в последнее время все чаще фиксируются инсульты у молодежи. Если вовремя не оказать помощь, 80% больных становятся глубокими инвалидами. В связи с этим в Рязанском регионе внедрена программа лечения и реабилитации таких пациентов. Людей не просто спасают. Они получают возможность вести полноценную жизнь. Современная реабилитация людей, перенесших инфаркты и инсульты – это принцип мультидисциплинарной бригады. Когда за человека одновременно берется десяток специалистов. В областном центре сегодня первую помощь оказывают в областной клинической и 11-й городской больницах. Проводится тромбоэлитическая терапия в условиях реанимации. Это вводятся дорогостоящие препараты, которые растворяют тромбы. И если не прошло много времени, нервные клетки не погибли, они возвращаются к жизни и спасается не только жизнь, но и уменьшается по последующим. Двигательный дефицит, речевой дефицит. Человек становится способным к самообслуживанию. Но при этом не устают повторять специалисты. Шанс спасти жизнь будет только в случае, если вовремя обратиться к врачам. Высокотехнологичные методики лечения, которые позволяют очень многие проблемы, многим спасти жизнь при своевременном обращении. Для нас это 4-4,5 часа. Вот это вот золотое время, когда можно обратиться вовремя и радикально изменить судьбу больного. Он не погибнет, он будет жить, он будет двигаться, не останется лежачим. Восстановление после перенесенного инсульта занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Работа психологов как обязательная часть реабилитации. Люди после инсульта вынуждены в буквальном смысле учиться жить заново. В последнее время бывают пациенты, которые более молодого возраста, то есть не бабушки, дедушки, а уже мужчины, женщины. Им тяжело смириться, просто примириться с тем фактом, что у них случился инсульт. Лечебная физкультура обеспечивает дозированную физнагрузку, а умные аппараты закрепляют эффект. Вот установка, она называется стабилоплатформа. Восстанавливает нарушенную функцию опорно-двигательного аппарата. Электростимуляция в ходьбе также является уникальным методом возвращения подвижности. При инсульте, когда мы работаем с опорно-двигательным аппаратом, это не означает, что мы решаем проблему опорно-двигательного аппарата. Мы восстанавливаем правильную импульсацию, которая идет в головной мозг и способствует в целом восстановлению нарушенных функций. Поэтому, говорят врачи, инсульт легче предупредить. Универсальный совет – вести здоровый образ жизни, не переедать, заниматься спортом и соблюдать режим. Это правильное питание, то есть следить за своим весом. Это обязательно должна быть физическая активность, то есть не должно быть гиподинамии. Это отказ от курения, от спиртных напитков, ну и как-то немножечко нормализовать свой режим сна, отдыха и физической активности. И как бы просто эта схема не звучала, специалисты уверены – она будет работать во все времена. Мода на здоровое питание приобретает поистине масштабное значение. Социологи утверждают, что за последние три года горожане в два раза чаще стали есть творог и на 10% больше выпивать кефира. А вот продажи фастфуда падают. Поддержать идею здорового образа жизни можно сделать сегодня, в День правильного питания. Праздник призван еще раз привлечь внимание людей к своему образу жизни и ежедневному рациону. Не случайно врачи постоянно говорят о необходимости здорового питания. Ведь именно то, что мы едим, является залогом того, как мы себя чувствуем. Основной принцип здорового питания – разнообразие. А сбалансированные и своевременные завтраки, обеды и ужины – залог бодрости и хорошего настроения для людей любого возраста. Чтобы не купить в магазине лишнего, нужно помнить несколько простых правил. В первую очередь, для того, чтобы совершить правильные покупки, необходимо, чтобы вы имели под рукой список всего того, что вам нужно купить. Это первое. И второе, что обязательно нужно сделать – это покушать, прежде чем пойти в магазин, для того, чтобы совершать все покупки не на голодный желудок, а на сытный. Современные диетологи несколько изменили взгляды на здоровое питание. Оказывается, суп достаточно есть два раза в неделю. А молоко – хоть и полезный продукт, но не для всех. Некоторые плохо усваивают лактозу. Раньше считалось, что от хлеба толстеют. Если есть хлеб в первой половине дня, то нервы, волосы, кожа и фигура будут в порядке. Советую перейти хотя бы сначала на хлеб из цельнозерновой муки, хлеб из ржаной муки с добавлением отрубей или злаков. Внимательно читайте упаковку, чтобы на первом месте было указано в составе именно ржаная мука, а не пшеничная. Обращайте внимание на калорийность. Калорийность хлеба не должна превышать 200 килокалорий. Натуральные жиры содержатся в мясных и молочных продуктах. А вот искусственные могут быть опасны для здоровья, вызывать болезнь печени и даже риск возникновения онкологических заболеваний. Раскрученные маркетологами полинасыщенные жиры омега-3 и омега-6 можно найти не только в аптеке в виде витаминов, но и употреблять в качестве рыбы. Кстати, то, что наибольшее количество этих веществ содержится в дорогих красных сортах рыбы, является мифом. Поэтому выбирать нужно ту рыбу, которая выращена в естественных условиях, в естественной среде обитания. И, в общем-то, не всегда нужно отдавать предпочтение самой дорогой рыбе. И обычная наша селедка и скумбрия могут являться прекрасным источником омега-3 жирных кислот. Не только бобовые и зерновые культуры, а также орехи содержат белок. А их сочетание в течение дня обеспечит организм всеми незаменимыми аминокислотами. И не стоит забывать про фрукты – источники витаминов, клетчатки и минеральных веществ. Конечно же, слабинку иногда можно давать и грешить нужно тоже с умом. А жестких ограничений не должно быть. У человека должно быть разнообразное питание, он должен получать все в достаточном количестве. И единственное, что прежде чем что-то купить, конечно же, читайте упаковку, читайте состав продукта, дату изготовления, срок годности, обращайте на это внимание. На мировом пищевом рынке продукты здорового питания составляют уже 30%. В России пока занимают только десятую часть. Но аналитики уверены – тренды долгосрочные и в ближайшие 10-15 лет здоровых продуктов и их потребителей станет еще больше. После холодной зимы и дождливых майских дней, наконец, наступает июнь – первый месяц настоящего лета. Календарь примет гласит – какая погода в июне, таков и урожай осенью. Наталья Новикова расскажет о том, что ждать от природы в первые дни первого месяца лета. Надежды на теплое лето, похоже, все же покатают. Календарное лето началось с вполне благоприятной погоды – умеренно теплой и сухой. Но в ближайшие дни ожидается ее ухудшение. Температура воздуха начнет понижаться. А дожди вновь вернутся в наш регион. В пятницу погода существенно не изменится. Днем чуть больше 20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10. А уже в выходные ощутим влияние северного циклона и его атмосферных фронтов. В субботу днем начнутся небольшие дожди местами с грозами. Дневная температура воздухом пока останется на 20-градусной отметке. А уже ночью начнет холодать. Дожди никуда не денутся и в воскресенье. А градусники днем уже не покажут и 20-ти. В начале следующей недели похолодание продолжится. А дожди по-прежнему будут поливать землю с различной интенсивностью. В общем, открытие купального сезона, похоже, можно пока отложить. А настоящего знойного лета чуть-чуть подождать. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. И хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok